Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы находимся с вами на объекте КП «Русская долина» Московской области. И здесь мы выполняем следующий фронт работ. У заказчика есть баня, стены сделаны из газосиликатного блока. Наша задача была сделать фасады, парапетные крышки, утеплить фасады, сделать ветрозащитную мембрану, а также отделка производилась с цоколя отделочными панелями «Хауберг» от фирмы «Технониколь». Для фасада мы использовали скошенный планкен. Это у нас термолиственница, вертикальный монтаж. Для вертикального монтажа планкена мы рекомендуем использовать черную супердиффузионную мембрану, например, «Ютовек-85», красить подсистему в темный цвет, а также наш крепеж «Лесфикс» использовать черного цвета. Тогда в зазоры при рассмотрении фасада не будет отблескивать крепеж или видно подсистему. Особенностью монтажа термопанелей является предварительное засверливание отверстий для крепления скрытого крепежа, потому что термодерево очень хрупкое, и чтобы не допустить сколов, особенно на доске ближе к торцу, ближе к краю доски, обязательно засверливаем. Второй особенностью термодоски является ее покраска. После термирования такой доски ее обязательно нужно отшлифовать, и тут у нас два варианта покрытия фасадного. Это лаковая схема, а второе – это натуральные масла. Да, хочется обратить внимание на архитектуру данного объекта. Это здание в современном стиле. Очень классно смотрится вертикальный монтаж планкена, в первую очередь. Во-вторых, отсутствие каких-либо наличников делается очень легко. Откос делается из такого же материала, как и фасад, и очень аккуратно припиливается вот эта досочка крайняя. Второй вариант – можно наоборот выпустить откос на фасадную часть. Получается такой маленький 20-мм наличник, и эту часть тоже зашлифовать. Что касается парапетной части, как вы знаете, сокопроводящий канал находится с торца древесины, и торцы древесины наиболее уязвимы для воздействия влаги, атмосферных осадков и так далее. То есть планкен начинает трескаться и разрушаться именно с торца. Поэтому торцы обязательно обрабатываем герметиком. И, как в данном случае, если у нас фасад выходит и нет никакого карниза, закрываем его обязательно парапетными крышками. Смотрите, как аккуратно и красиво выглядит угол при таком виде монтажа планкена. Как же мы закрепляем такие панели? То есть, если все рядовые панели крепятся на скрытый крепеж, здесь он тоже присутствует. На одной планке, вот с одной стороны, с этой или с этой, мы можем загнуть его буквой Г и прикрепить. То на второй планке закрепить так не удастся. Поэтому мы используем вот такие вот крепежи Евротек с головкой-бусинкой. Она очень хорошо утапливается, и, смотрите, практически незаметна на фасаде. У такого самореза есть сверло на конце. Вот его резьба. Есть та часть, которую мы притягиваем. Есть противорезьба, которая притягивает уже саму досочку. Также сама головка вот такая маленькая в виде бусинки и такой красивый шестигранничек. И еще на головке вот такие выступы. Они для того, чтобы раззинковывать отверстия и чтобы не задирало края отверстия в дереве. Друзья, если вам понравился этот фасад, или у вас есть задумки, или есть интересный архитектурный проект, и вы хотите, чтобы качественно и быстро выполнили его, обращайтесь в нашу организацию. Мы работаем как с деревянными фасадами, так же сейчас очень модные комбинированные фасады. Это штукатурка, натуральный камень и древесина. Продолжение следует...